Приветствую вас, и давайте для начала определимся с тем, как себя вести, чтобы что? Чтобы сдать экзамен, чтобы перестать пить успокоительные, чтобы наладить диалог с преподавателем, который совершенно не оправданно на вас кричит. Цель, Анна, важна цель. Ваша реакция связана с тем, что вам очень сильно важны оценки. То есть вы ориентируетесь именно на оценки. Не на результат, не на процесс, а на оценки. Преподаватель для вас не партнер, как он должен быть, а источник продвижения вперед. Кричит на вас, преподаватель, по той простой причине, что вы не можете защищать себя. Не проставили личные границы при взаимодействии с другими людьми. Не уверены в себе. Сомневаетесь в себе. Ну и так далее. Причин еще может быть достаточно много. И вот с каждой из этих причин нужно работать. В частности, например, почему вы ориентированы именно на оценки. Что такого страшного в том, если вы не получите засчет и произведите, например. В частности, что вы делаете для того, чтобы понимать тему, о которой идет речь. В частности, как вы решаете вопрос тем, что преподаватель переходит границы. Как вы решаете свои права. Вот эти все вещи вам нужно зафиксировать и реализовать. Позволить им влиять на себя, на свое поведение. И только тогда вы можете рассчитывать на то, что у вас изменится ситуация. Понимаете? Вот и все. Страх, который вы испытываете. Страх перед встречей. Перед не сдачей экзамена. Связан с тем, что вы проявляете слабость, которая себе запрещает. Ведь учись вы в творческом вузе. И получая второе высшее образование. Потому что вам это нравится. Вы бы никогда не переживали бы так о том, что не сдали засчет. И уж точно, совершенно никогда. Вы не позволили бы кому-либо на вас кричать. Потому что это неприемлемо. И уж точно, никогда. Вы не стали бы бояться следующих встреч. Потому что знали бы, что вы правы. И уж точно, никогда. Вы не оказались бы в состоянии жертвы. Когда вы не можете взять и решить, что вам делать. А потому я задаю вам запрос. Для чего вы получаете второе высшее образование. Для чего вы учитесь в творческом вузе. Чего вы хотите. И как воспринимаете преподавателей. Подумайте об этом. Подумайте, на то ли вы обращаете свое внимание. Подумайте, на то ли вы, на том ли вы сосредоточились сейчас. Подумайте, то ли вам нужно и важно. И подумайте, для чего это все. То, что вы делаете. Вполне возможно, что вы не свободны. И что вами движет определенный жизненный сценарий. От которого вы не можете освободиться. Тут нужно разбираться. Вот вы пишите, что сразу сказали преподавателю, что не понимаете, как это сделать. И у вас технически не получается. Но ведь это жертвенная позиция. Учась на творческом факультете, в творческом вузе. Вы знаете, на что нужно идти. И, по сути, отказываясь сделать задание, вы проявляете детскую позицию. Либо вы отказываетесь учиться вообще, либо делаете все, что нужно. Вот и все. Даже жестко, даже столько, но мне кажется, что это единственный путь. Выбирая учиться в вузе, вы принимаете все условия в вузе. Кроме негативного отношения к себе. То есть, если вы хотите научиться, но не знаете как, это проблема преподавателя. Здесь надо жаловаться на преподавателей, которые на вас кричат, которые не имеют права это делать. Если вы не хотите, если у вас технически не получается. Ну что ж. Я думаю, что этот творческий вуз не ваш. Нет, можно, конечно, попробовать договориться, поменять вам задание. Но это, согласитесь, какая-то сомнительная ветвь поведения. Короче говоря, Анна, добрая на то, что вы получаете второе высшее образование, цели вашего вопроса я не вижу. С неуверенностью в себе поработать можно. С приоритетами вашей деятельности тоже можно поработать. С личными границами тоже можно поработать. С отношением, принятием на себя также. А вот как вести себя вот в такой ситуации, зависит напрямую. от цели. И эта цель сформируется вами. А вот как к ней прийти, как ее достичь, можно выяснить вместе с психологом. Которого вы можете выбрать на нашем ресурсе и с ним поработать. Нервный срыв, Анна, не происходит на ровном месте. Нервный срыв это серьезные симптомы. Это серьезное состояние. Это свидетельство того, что у вас колоссальное напряжение. И оно, Анна, совершенно не случайно. Оно свидетельствует о том, что вы о себе совершенно не заботитесь. Ну и преподаватель вам показал, как вы о себе не заботитесь. Не заботитесь. От чего вы пришли в ужас. Так нельзя. Конечно, нельзя. Но именно так вы живете. Предлагаю вам, пока что, посмотреть на эту ситуацию, как на некий кризис. На кризис вашего поведения, на кризис ваших целей, на кризис ваших идей. И предлагаю посмотреть на это, как на перемены. Пора что-то менять. Либо пора перестать так колоссально напрягаться, что у вас случаются нервные срывы. Либо пора менять свои приоритеты в плане задач, которые вы выполняете. Либо... Либо что-то еще. Подумайте об этом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи!